Прежде чем перейдем к большому разбору области тьмы, у меня небольшая просьба. Если тебе заходят ролики моего формата с подробным разбором фильмов на 20-30 минут, отступлениями и прочим, не ленись, ставите лайк, оставь комментарий по теме обзора. На формат подобного содержания уходит реально много времени, так как авторский текст, идея и всё остальное. Ютуб же уж не знаю почему подмораживает просмотры в каждом ролике с момента его подъема. С такими порядками выходить и задерживаться в топах запросов практически невозможно без вашей активности и затрачивая уйму времени и сил на ролики подобного содержания, действительно хочется видеть от вас обратную связь и думаю тебя не затруднит потратить 30 секунд своего времени на так сказать рутинную работу зрителя. Я жду твой лукозавр и коммент, если есть желание можешь проспонсировать, все ссылки в описании. Что ж, поехали. В этом обзоре я покритикую фильм «Области тьмы» в плане некоторой сюжетной составляющей, так же как это ни странно, без критики не останутся и логические, на первый взгляд, действия Эдди Морры под действием НЗТ. Будут затронуты некоторые особенности работы нашего мозга, но самое главное, я постараюсь обличить и подтверднуть критике, пожалуй, основную идею фильма, ради которой я всё и затеял. Она крайне искусно вплетена в сюжет, так что её даже не замечаешь на первый взгляд, очень незаметно вкладывается в голову зрителя, и именно из-за развития сюжета в сторону этой идеи, данная картина, на мой взгляд, не стала тем, чем она могла бы стать. Во-первых, будем откровенны, фильм является собой вполне типичный сюжет, где обыгрывается образ некой волшебной палочки, или сказки о рыбаке и золотой рыбке, с оттенками боевика, вставочками красивой жизни и какого-то общего сюжета. Именно общего, без явной идеи на первый взгляд. Короче говоря, конфетка, надо сказать, старовата, но обёртка действительно красива и качественно сделана. Актёры играют на пять с плюсом, эффекты, цветокоррекция, отсутствие нудных пауз, тут претензий нет, и в общем смысле фильм вполне подойдёт для одного-двух просмотров. Но знаете, бывают такие фильмы, которые можно смотреть бесконечное количество раз. Ты смотришь это кино, проходит какое-то время, ты смотришь его снова, и так может продолжаться всю жизнь. А есть фильмы, которые смотришь, они тебе нравятся и хорошо сняты, актёры отлично играют, музыка подобрана правильно, и вообще всё наполнение фильма полностью соответствует канонам качественного кинематографа. Но в душу оно почему-то не западает. Продукт. Хорошее определение таким фильмом, как считаете? Область тьмы – это продукт, и он не стоит на пьедестале великих картин синематографа, как ни крути, он не в топе и никогда там не будет. В нём нет этой изюминки, но она могла бы там быть, у него были все задатки стать таким фильмом, потому что сюжет, заложенный в картину, достаточно популярен. Однако в этом случае популярен не значит банален. Классика «Бессмертно», знаете ли, возьмите ту же «Матрицу», как пример современного кино. Ведь если присмотреться, и области тьмы, и «Матрица» – это всё сюжеты о нашем понимании реальности и своих возможностей, а следовательно и влиянии на неё. И всё это вертится вокруг одного – нашего разума, умение с ним работать и правильно раскрывать его потенциал. И в своей изначальности сюжета повышенное взаимодействие с реальностью не банален, потому что наш разум – это нечто нами же не познанное. Интересный парадокс, верно? Мы не знаем, кто мы, и поэтому не знаем наших возможностей. Мы не знаем наших возможностей, и поэтому не можем до конца понять, кто мы. Ведь именно наше представление о себе и делает нас теми, кем мы являемся, понимаете? Разум как вода. В какой сосуд зальёшь, ту форму и примет. Вчера ты нищий писатель, завтра губернатор, сегодня программист, а завтра нео. Итак, часть первая. Как работает наш мозг? Так вот насчёт разума. Волшебная палочка, золотая рыбка, НЗТ-48 – всё это из одной истории. История о том, как человек хочет возвыситься над законами этого мира, подобно сну, который в какой-то момент стал осознанным, и из разряда доминирующего над тобой перешёл в разряд полностью подчинённого. А что это означает? Всё просто. Это означает свободу. Но что есть свобода? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, с чего она начинается. Свобода начинается со свободы собственных мыслей, продолжается свободой слова и заканчивается свободой действий. Собственно, ограничение свободы распространяется на те же условия. НЗТ прокачивает твой мозг в том числе и прокачивает твой контроль над мыслями, и это логично, ведь согласитесь, нельзя быть свободным от того, кто воздействует на тебя без твоей воли и не контролируем тобой. А более точно сказать так, степень твоей свободы от данного объекта равна процентному соотношению относительно твоего контроля над этим объектом. Чтобы было более понятно, представьте, что вы готовите борщ, и некоторые ингредиенты попадают в кастрюлю без вашего на то желания. Что произойдёт с блюдом? Оно испортится, верно? И вот после принятия волшебной таблетки 100% мыслей переходит в разряд подчинённых и контролируемых. Ни одна мысль не может проникнуть в тебя без твоего осознанного согласия, а те, что проникают, выстраиваются в правильную логическую цепочку. Они становятся как блюда, приготовленное великим поваром, все ингредиенты подобраны идеально. Идеально отточены движения мастера, время, последовательность, температура и так далее. Всё совершенно. Также нельзя не упомянуть тот факт, что помимо контроля ингредиентов, которые закидываются в наш котелок, есть ещё одна важная деталь. А именно то, что наше умение складывать информационные пазлы, взятые из окружающей нас в действительности, просто ничтожные. Если сопоставить всю информацию, которой когда-либо притрагивался наш мозг, с той, которую мы можем эффективно обработать в настоящий момент и ограниченный период времени, то, думаю, вы сами понимаете, что цифра получается просто смешная. То есть, в некотором смысле, одна из основных проблем нашего взаимодействия с информацией заключается в крайне низком объёме памяти и скорости обработки её содержимого. И эту проблему также решает NZT48. Она как бы предоставляет тебе облачное хранилище в неограниченном объёме, куда попадает вообще вся когда-либо полученная информация, и вдобавок к этому ещё и улучшает твою встроенную поисковую строку, чтобы ты, задав вопрос, использовал все свои имеющиеся файлы памяти для получения ответа. Иными словами, господа, NZT48 это встроенный в голову Google, взаимодействующий с объектом на интуитивном уровне. Главный герой Эдди, который по сути есть отражение большинства людей этого мира, а именно человек без денег, цели, настроения и прочего, объелся колёс и стал неким супер-мозгоменом, для которого нет ничего невозможного. И знаете, NZT это слишком круто. В некотором смысле создатели сюжета переборщили. Я ещё могу простить активацию Майка Тайсона в метро или обучение пианино за три дня, но выучить язык, услышав его только краем уха, это прям слишком круто. Хотя надо отдать должное, это подано настолько умело, что без тщательного просмотра совершенно нет ощущения некой сверхфантастичности происходящего. Кстати, интересное замечание. Возможно, это не относится к самому фильму, так как это всё же художественный вымысел, и в нём показано лишь видение режиссёра и сценариста, но тем не менее. Обратите внимание, как ведёт себя Эдди, находясь под NZT. Он спокоен. В любой ситуации. Твой процессор в голове не перегревается, и это помогает тебе мыслить максимально рационально, понимаете? Вероятно, наш мозг – это некое подобие процессора. Когда шалят нервы, мы вроде забиваем его вероятностями из кучи бесполезной информации, которую не можем обработать и выстроить в нужную логическую цепочку. Ну, например, мы банально не знаем, что делать, и отсутствие для мозга возможности найти выход сводит нас с ума, беспорядочно перебирая всю возможную информацию и даже зная её в таком состоянии, не оставляя нам шансов правильно её обработать. Это приводит к как бы троттлингу мозга. Когда же мы спокойны, он начинает работать в комфортной температуре и пользоваться только теми инструментами, которые необходимы на данный момент для решения той или иной задачи. А что происходит в неком, так сказать, метафизическом понимании с человеком, когда он спокоен? С чем можно сравнить спокойствие применительно работы мозга? С чистотой. Слышали такое выражение «мутить воду»? Так вот, ворох мыслей, который превращается в беспорядочный поток и мешает мозгу увидеть картину ясно, по сути создаётся самим мозгом. Вне зависимости от того, является ли мозг генератором мысли, как мы привыкли думать, или же лишь обрабатывающим проводником, который впускает в себя мысли извне, неважно. В том и другом случае мозг ответственен за контроль поступающей информации и её обработки. А как мы знаем из компьютеров, которые, кстати, при тщательном рассмотрении, ну, точь-в-точь наше тело по всем его компонентам. Когда мы чрезмерно нагружаем центральный процессор информации, то он просто не вывозит всё её количество и не может правильно её обработать. В некотором смысле мы как бы можем самостоятельно задодосить наш мозг. А наше как минимум подсознательное представление о так называемом максимальном самоконтроле идёт бок о бок со состоянием спокойствия. Ну, вспомните, например, различные изображения мудрецов, или как в тех же фильмах показывают героя, которым необходимо настроиться и так далее. Всегда его сопровождает образ спокойствия. И вот именно в состоянии спокойствия мы можем активировать некое подобие фейс-контроля мыслей на подсознательном уровне. И только мысли определённой значимости согласно поставленной цели будут интуитивно поступать в наш разум. Вот это я понимаю самонастраивающийся механизм. Как тебе такое, Илон Маск? Человеческий разум является просто невероятным воплощением кем-то созданного интеллекта. И именно правильное понимание того, что находится у нас в голове, может дать тот самый реальный скачок мышления и самопознания себя как личности и осознания своих возможностей. В этом я на 100% согласен с Эдди, когда он говорит «я чувствовал себя чистым». Потому что это совершенно логически верно. Ведь если мы посмотрим на всякий отлаженный и чистый механизм, он всегда работает так, как нужно. Кстати, заметьте, таблетка в фильме тоже совершенно прозрачна, без каких-либо примесей, такая же, каким она делает мозг. Вероятно, создатели сделали её дизайн таковым, исходя из подобных соображений. Ну и перед тем, как закончить часть обзора относительно работы мозга и перейти к критике сюжетной составляющей, а далее, так сказать, к изюминке фильма, нельзя не заметить то, что посмотрите, как люди притягиваются к эрудированному и развитому человеку. Концепция чистого сознания, то есть не пей, не кури, занимайся спортом, будь воздержанным и чистым. Вот это хорошая мотивация в фильме. Часть вторая. Критика. И вот теперь давайте немного пройдёмся по критике нашего новоиспечённого мозгомена, который, несмотря на возможность учить языки за секунду, освоить рояль и написать бестселлер за 4 дня, совершает при всём при этом совершенно какую-то откровенную дичь. Например. Объясните мне одну вещь, как настолько умный парень смог догадаться связаться с откровенным жульём и взять в долг 100 штук зелени? Помните, он нашёл пачку долларов у своего Шурина? Кстати, об этой пачке. Посмотрите на обыску, верно. Одну колонку вообще не тронули и не посмотрели в плите. Ну серьёзно. Ладно, спишем это на грехи фильма, однако Эдди плюс деньгам Шурина должен был получить остаток гонорара за книгу, и к тому же он вроде как нехило поднял деньжат в казино. Так как так получилось, что у него, такого умного парня, в тот момент, когда ему пришла та самая идея, оказалась на кармане 800 долларов? Вы можете вспомнить, куда по ходу сюжета наш новоиспечённый гений потратил один из основных ресурсов современного общества, имея, как мы уже поняли, из фактов выше достаточно много зелени. Это уже, знаете ли, не вкладывается в некий предел разумных поступков гения современной мысли, как считаете, взять и остаться с 800 баксами. Какой-то бред. Ну ладно, покатался на машине и сводил девочку в кино, хорошо, но дальнейшее распределение финансовых потоков тоже выглядит как-то зашкаливающе и глупо, и для того, чтобы это понять, достаточно простейшей математики. И давай-нибудь голословно, давайте немного посчитаем. С помощью последних 800 долларов, верно, я сделал 2000 за один день. На следующий день 7500. А это было слишком медленно. Эдди начал торговать с 800 долларов, и за день сделал 2500, затем 7500. Следовательно, еще на следующий день он сделал бы около 20, затем еще день около 50, и далее больше 100. Итого он сделал бы сотню в последующие три дня. А теперь, внимание, вопрос. Вы бы стали брать у бандита 100 штук в займ, если бы смогли сделать их за три дня? Да тут хватит интеллекта зубочистки, чтобы понять, что такая сотня совершенно ни к чему. Вообще, вся эта история с бандитом сделана, на мой взгляд, не более, чем для завязки и некого развития сюжета. Возьмем хотя бы миллион, я бы понял, но 100 тысяч... нет, слишком глупо. Три или два дня времени явно не стоили всей этой заварушки. Как нам известно далее из сюжета, Эдди сделал 2,5 миллионов, начиная с 12 тысяч всего за 10 дней. Так что сюжетная линия с бандитом явно провальная, причем не только в этом моменте, а вообще, с какой ни посмотри стороны. Ну, возьмите хотя бы супер-дверь в бункере, которую взломали болгаркой, серьезно? Бандюган на НЗТ ничего не нашел умнее, кроме как вырубить охрану, которая находится прямо на ресепшене, и оставить их там же лежащими? В такой огромной высотке никто не входит и не выходит? Вы посмотрите, там здание, это же и под 100, не меньше, сколько же там живет народу? И записи с камер, где видна его ружья, его, конечно же, совершенно не интересует. Ну, в общем, сами понимаете, тоже достаточно провальный момент. А что же Эдди? Он, получается, находясь под НЗТ, выбрал место, которое в итоге особо не отличается от его номеров в отелях? У него даже телефон не ловил в этой пещере, типа, бандит чё, глушилку поставил, что ли? Или ты не просчитал подобный вариант, но при этом ты можешь предсказать аварию до её столкновения? То есть ты тратишь такие деньжища на квартиру, где главное – это защищенность, находясь в состоянии супермозгомена, и к тебе просто могут зайти три гопника с болгаркой и срезать твою дверь? Как-то, знаете, не очень похоже на действия человека повышенной степени активности мозговой. Ну и сцена с кровью, откровенно говоря, больше для общего эффекта, нежели для некой подобии реальности. Вот вы, скажем, выпей пару глотков крови в усмерть пьяного человека, как думаете, сильно бы опьянели? Ну вот и я о том. В итоге мы видим, что провальную со всех сторон историю с бандитом протащили в сюжет, а вот как раз-таки правильное развитие сценария с побочками вообще обошли стороной. Можно же было развить намного более грамотный сюжет в эту сторону и осветить тему, скажем, с производителями таблеток и целью их броса в открытый мир. А в итоге Эдди встретил бывшую жену, которая, подобно бабе Еге, немного расстроился, но, как оказалось, выход есть, он быстренько его нашел и понял, как нужно правильно жрать НЗТ без последствий, что, к сожалению, убрало некую изначальную изюминку о том, что всё в жизни не так просто, и сделало сюжет всё больше похожим на какую-то детскую сказку. Вот как раз заменив бандита и развив более правильно линию именно с побочками, могло бы привести фильм не только больше реализма, но добавить в него направленную философскую мысль, которую можно было бы сделать основным посылом фильма, понимаете? Вспомните подобный сюжет о рыбаке и золотой рыбке. Она ведь тоже в некотором смысле НЗТ, исполняющая желание, но там есть, так сказать, мораль басни. В области тьмы же мы и итоги имеем историю с кучей обожравшихся таких же среднемыслящих людей, как Эдди, которые кто померли, кто в больнице, ну, в общем, полная печаль-беда, а наш главный герой один из всех взял и догадался как-то колёсико подулучшить и вообще от негативных эффектов избавиться. Другим это в голову не пришло, несмотря на то, что они тоже были под НЗТ, ну, в общем, такое себе развитие сюжета. Далее нельзя не затронуть очень важную сюжетную часть с Де Ниро. Он вроде как в итоге разузнал про таблетки. Я купил Айбен пару месяцев назад. Странно, что ты это не слышал. И зачем ему Эдди? Прими одну саму, найдёшь кучу вариантов, как заставить на себя работать хоть целый штат таких Эдди. В его руках ключ к разуму. Хватит одной таблетки, чтобы понять, как нужно действовать. Помните, как сказал Шурин Эдди? Эффект сильнее, если ты и так шаришь. И как раз Де Ниро, в свою очередь, приводит очень весовые доводы к тому, чтобы Эдди не становился его конкурентом. Потому что без НЗТ он, по сути, малолетний сопляк и неудачник. В то время как персонаж Де Ниро – это явный хищник с невероятным капиталом, связями. И, что самое главное, огромным жизненным опытом, который позволил бы выйти ему мозгу под НЗТ просто на какой-то невероятный уровень. Де Ниро, объевшийся таблеток, вот это действительно очень серьёзный враг. Вот такую тему можно было и нужно было развернуть. Но почему мегамозг Эдди об этом не подумал? Почему не подумал, что раз он, типичный балбес, за год добился такого, то чего может добиться Карл или, к примеру, организованная группа под такими колёсами? Ведь понятно, что таблеточки уже гуляют по миру. Существует не одна такая лаборатория, и вообще сюжет можно было раскинуть ещё более массово. К примеру, раскрыть тему с какими-нибудь поехавшими химиками, которые хотят просто заполонить весь мир НЗТ, благодаря чему он вернется в интеллектуальный апокалипсис, ну или типа того. Согласитесь, сюжет намного более захватывающий, чем то, что мы в итоге увидели. Ну и в конце такая больше эмоциональная вишенка по части критики. Меня жёстко убил момент, где дамочка Эдди врезала мужчине по голове ногами ребёнка на катке, а папочка говорит дочке, «Ты в порядке?» Какая-то тётка схватила твоего ребёнка, держит его, какой-то мужик с ножом бежит, а ты такой, «Ты в порядке?» Это чё за бред? Любой самец под действием мысли о сохранении своего потомства, что, заметьте, является основным, пожалуй, инстинктом из вообще всех, который даёт тебе для этого огромный прилив адреналина, повёл бы себя далеко не словами «Ты в порядке». И уж тем более не наблюдал бы задержанную ситуацию с непонятной тёткой, стоящей рядом с твоими ребёнками, агрессивно настроенным гражданином, который бежит, по сути, прямо на твоё чадо с ножом. Короче, за образ отца явный диск, как говорится. Кстати, прилив адреналина в состоянии опасности от внешнего объекта даёт силы и стимулирует тебя либо на открытый конфликт, либо бегство, по сути, блокируя все остальные мысли, чтобы они не мешали мозгу сосредоточиться на основном действии, которое он выберет в этот момент. Ну, это так, к слову. Часть третья. Идея. Что ж, пора перейти к заключительной части обзора, к идее, которая, на мой взгляд, отравила вообще весь фильм, и на ней мы сейчас заострим своё внимание. Это именно та идея, которая пришла в голову Эдди, когда он окунулся. Кстати, небольшая ремарка насчёт окунулся. Это достаточно такой оккультно-религиозный момент, который часто используется в фильмах, когда хотят показать некое глобальное изменение в героя, очищение, перерождение и так далее. Вспомните того же Нео из «Матрицы», после того, как он вывалился из своей кабинки и стал, так скажем, свободным, он именно окунулся, то есть прошёл обряд очищения. Для мозга, я думаю, это сродни форматирования жёстких дисков и установки новой версии оперативной системы. Так что там насчёт идеи и чем она плоха? Что пришло в голову Эдди? А действительно, представьте, вы обожрались волшебных колёс и стали настолько невероятным, что ваши умственные способности уже слишком переваливают за красную черту относительно обычного человека. Ладно, пианино за три дня, бестселлер за четыре, хорошо-хорошо, я ещё верю, но предугадать краем глаза аварию это полный звездец. Просто остановите свою мысль на этом моменте. Понимаете, это мышление кардинально другого уровня. Я бы даже сказал, новой ступени в эволюции. И вам не кажется, что для такого мышления цели тоже должны быть подстать такому уровню? Более глобальными, что ли? Ну вот мы видим Эдди, и что ему пришло в голову? Бабло и политика. Губернатор, серьёзно, из всех возможностей, открытых для тебя, как распростёртые руки, ты выбрал стать политиком? И вообще, в контексте происходящего фильма звучит не совсем правильно. Вдруг я точно стал знать, что нужно делать. Правильнее было бы сказать. Я понял, чего я желаю. Что делать он вроде и так знает. А знаете, честно говоря, не похоже на то, чтобы этот такой великий мозг сценарист или режиссёра оставили для зрителя мораль сей басни вроде «Кесарю Кесарева». И если ты изначально по природе алчный хрыч, то никакой НЗТ это не изменит. Нет. Подобных намёков в фильме не оказалось. Но давайте к реальности происходящего фильма. Что для такого нового, не побоюсь этого слова, существа не нашлось в другой цели? Вакцина от рака или другой полезнее? Научный мегапрорыв или, как он сказал, это не книга, это определённо не писательство, это куда более серьёзно. Но это, знаете ли, смотря какая книга, ведь потратив на её написание не четыре часа, а, скажем, пару месяцев или даже год, ты можешь написать шедевр, который просто перевернёт сознание человечества. Я не знаю, можешь снять фильм, разгадывать невероятные шифры, послания, создавать музыку, которая будет жить вечно, чёрт возьми, ты можешь творить абсолютно всё и во всём будешь иметь успех. Неужели в детстве Эдди хотел стать политиком? Ты ведь можешь стать человекой-легендой в прямом смысле этого слова, а ведь это мощнейший подсознательный человеческий инстинкт оставить свой след в истории. Окей, в дальнейшем, как мы можем узнать, Эдди, возможно, захочет стать президентом, допустим, это и был его изначальный план, но разве он хочет это для какой-то великой цели? Да нет. Вспомните его пафосную и довольную морду в ресторане со своей девахой, не особо видно, чтобы на его лице винились мысли о чём-то великом, беспокойстве о своей стране, народе и так далее. Нет. Это такой же обычный человек с обычными эгоистичными намерениями и потребностями. То есть вы хотите сказать, что при всех своих в прямом смысле суперспособностях Эдди не осознал собственную природу, не ответил на главный вопрос о цели существования и, что более важно, даже не задумался об этом, о том, откуда взялся этот мир, кто он такой и зачем, не осознал пагубность, эгоизма и прочего, он не осознал ничего. Нам даже на секунду не дали возможность оценить его мысль в этом направлении, как будто она просто отсутствовала. Понимаете, в чём фокус? Но как же супермозг Эдди может знать, чего он хочет, если он даже не задумался о том, кто он вообще такой, на каком-то более глобальном уровне? И получается, что герой Де Ниро был прав. Эдди своим в кавычках даром просто красуется и дурачится, он не умеет пользоваться таблеткой. Он как был глупым ребёнком, таким и остался. Зрителю в итоге скормили красивый с виду гамбургер с куском протухшего мяса внутри в виде сюжета с бандитом, глупым, но опытным Де Ниро, такой вот парадокс, и мыслью о том, что вот чего мы все хотим. Под мы я имею в виду того, кого отображает Эдди, как я уже говорил, это большинство. А хотим мы только одного занять своё место под солнышком, вкусно жрать и сидеть в кожаном кресле с блондиночкой наперевес. Это дешёвка, господа, обычная стекляшка, поверхностного взгляда, блестящая, как бриллиант, но приглядись чуть ближе и станет очевидна вся её суть. И это провал уже даже не столько в плане развития сюжета, а именно его изначальной сути, философского контекста, а точнее его отсутствие. На выходе при тщательном разборе мы наблюдаем третисортное кинцо в очередной красивой обёртке, которая просто напичкана совершенно типичными клише, типичным мышлением, типичными персонажами и совершенно типичным сюжетом, наложенным на классическую идею о волшебной палочке, которую данный фильм, как и многие подобные творения, не смог украсить новизной мысли, при этом не испортив проверенный временем рецепт. Суть в том, что когда ты пытаешься обыграть классику, у тебя как бы есть изначальный бонус, он заключается в том, что изначальная идея уже хороша и она даёт тебе определённую фору, ведь тебе не надо придумывать основную идею, надо лишь её красиво подать. Но она же сыграет для тебя в минус, если ты сам не так хорош, чтобы, как говорится, заставить сиять эту идею новыми красками. К примеру, современности, мир Дикого Запада намного более грамотно подошёл к вопросу интеллекта, хотя яда и туда навалили тоже прилично, но повторюсь, обыграли интерпретацию создания и поиска самоосознания вполне неплохо. Что ж, дорогие друзья, на этой ноте, я думаю, стоит закончить этот разбор области тьмы. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, надеюсь, вам понравилось моё творение. Не забывайте о моём обращении в начале ролика, лукасы, комменты, поэтому обзоры и поддержка это то, что мне от вас нужно. Ну а я прощаюсь с вами, будьте чисты разумом и надеюсь, до новых встреч. Всем удачи!